Ну, во-первых, Паркинсончик – это дело житейское и, в общем-то, возрастное неизбежное. Но особых иллюзий я никому не рекомендовал бы питать. Хотя все может быть с Паркинсон внезапенно, у него бывают крутые виражи и повороты. Но это же, простите, очень долгая болезнь. Она не развивается в течение недели. Да, да, а интеллигенция, она прям как живой воды напилась из этого известия. Все ходят счастливы. Паркинсон – любимое слово. Вот не стоит лелеять никаких надежд и думать, что вот прям завтра психиатры начнут колотить в ворота Кремля рукоятками носилок и гудеть клизмами. Нет, этого тоже не будет. Более того, даже самое сумеречное состояние властителя России отнюдь не означает прекращение его власти. Как раз напротив, в самое разное время, вспомните, эта бедная страна управлялась лицом. И чем тяжелее были эти патологии, тем успешнее она управлялась страна и лучше слушалась. А вот самые тяжелые формы, абсолютная невменяемость, они обеспечивали и такую же невменяемую, тотальную, повальную любовь к населению. И это тоже было, потому что тогда-то возникали все культы и поклонения. И, кстати, не только в России, потому что во всем мире и в Европе, и в Азии, и в Африке была масса правителей абсолютных дегенератов, садистов, шизофреников, маньяков, салдафонофилов. Но, правда, там их старались забыть, и только в России именно патология почему-то обеспечивала даже и посмертную колоссальную любовь народа. Потому что вот из-за огромного количества начальников, которые были в этой стране, народная память держит любовно в себе и сохраняет вот этого Иоанна IV, который по-французски называется «трибль», то есть ужасный, который называется «грозный». И осю Джугашвили Сталина, который совершенно по непонятной причине, без всякой необходимости, убил миллионов 30 своих налогоплательщиков. Действие, как минимум, нелогичное. А Паркинсон вообще фигня. Это вообще, скажем так, скорее моторная болезнь, чем психическая, потому что Паркинсон не обеспечит вот такого поклонения, как шизофрения. И на похоронах Путина, а они рано или поздно будут, как ваши, как мои, как любого другого человека, никто уже не будет так вот прямо сотнями падать в обморок, вот сраженные чувством нестерпимого сиротства, как это было на похоронах Сталина. Потому что вот Путину, если чего и не хватает для полного совершенства, как лучшему правителю России, так это, в общем, не хватает, конечно, шизофрении. Вот чтобы русские полюбили по-настоящему, надо убить как минимум их 30 миллионов. Тогда они начинают любить. А с учетом того, что Оси Джугашвили сильно задрал планку вот этого максимума или минимума для любви, то, в общем, меньше, чем за 75 миллионов трупов любить в этой стране правителя никто не будет. А такие масштабы 75 миллионов репрессированных истерзанной экономикой России, в общем, обеспечить не может. Да у нас взрослого населения уже столько лет, мне кажется. Да, да, да. А вот что касается всяких неприятных моторных нарушений, во-первых, они действительно очень легко убираются нейростимуляторами, которые вживляются в мозг, которые имеют связь с пультиком. И вот здесь, конечно, очень важно обеспечить охрану, очень важно обеспечить безопасность, потому что, если кто-то настраивается на волну этого нейростимулятора, то клиента можно заставить делать шпагаты, плясать, вскидывать руки в присядку, в полонез, как угодно. Но действительно надо следить за тем, чтобы никто не настроился на эту волну, причем следить не каким-то глупым образом, там, с помощью свинцовой кепки. А так управлять, ну, конечно, вот всякую мелкую моторику с паркинсончиком связать трудно, бисером не повышиваешь, да? Мне кажется, он и сейчас не особенно вышивает бисером. Ну, и тем более хорошо. А у России рычаги управления большие, там, как голова Сечина, нос Яровой. То есть, я думаю, что это как в Белазии. И вопрос с управлением такими крупными рычагами вообще решается абсолютно элементарно, и никаких проблем не будет. Но вообще все это пока в режиме какого-то вздора, потому что, ну, подумаешь, сказали американские психиатры, что-то они ляпнули, а пока никаких других подтверждений этому нет.